Недавно Инстаграм получил пост в своем официальном аккаунте про одну девушку, в котором говорилось о том, как ее жизнь кардинально изменилась после того, как ее друг научил делать ее маски для Инстаграма. Я перешел в аккаунт этой девушки, потому что меня очень привлек этот кейс и мне интересны маски, потому что я думаю, что это очень новая тема, которая развивается и помогает брендам расти и вообще, в принципе, показывает свой бренд. Ну и просто людям это весело. Так вот, проверив несколько постов, соответственно, героини этого поста, я понял, что она из России, тем более из Москвы. Я просто подумал, что я обязан сделать интервью с ней и сегодня день этот настал и мы можем видеть эту девушку сзади и зовут ее Анастейша. И так с вами Мишас и со мной сегодня. Мы уже поняли, что это прекрасная девушка, которую зовут Анастейша. Вот, Настя, привет. Приветики. Как делишки? Ой, у меня все хорошо, а у тебя как? Ну, я еще не такой раскрученный инстаграмер, как ты, поэтому, ну, мне тоже хорошо, но думаю, у тебя, наверное, дела-то получше идут. Ну, по-разному, но сейчас нормально, да, я считаю. Все good, потому что за год, получается, у меня получилось, получается, получилось. То есть, раскрутить свой аккаунт до 200 тысяч, это с четырех. То есть, у меня был аккаунт, я его ввела и, как бы, получается, в начале было 4 тысяч, которых я накрутил три года назад. После этого я ничего не крутила. Сейчас было просто камин-аут. Очень важно, мне крутило, вот. И как-то раз, то есть, я начала снимать, и мой аккаунт начал очень быстро расти. Понятно. Расскажи, пожалуйста, как получилась та ситуация, что ты оказалась featured, размещенной на официальном аккаунте инстаграма. Если честно, для меня это был тоже очень большой сюрприз. Я просто сидела в Азии, ко мне пришел запрос. Я всегда просматриваю все сообщения, прям я все читаю. Если это что-то полезное или важное, или интересное, я обязательно отвечу, или просто даже. Вот. И я открыла сообщение девушки, она написала, что она из инстаграма, и хочет разместить меня, мое творчество в аккаунте официальном. Я такая, вау, что за фигня, я счастлива. Мы с ней немножко попереписывались, я ей скинула, получается, материалы. И я была безумно рада этому моменту. То есть это, как можно сказать, тебя признал инстаграм, и ты такой, типа, вау, что за фигня, я год назад вообще ничего не мог, ничего не делал. А сейчас там сам инстаграм, можно сказать, говорит, йоу, ты крутая. И мне кажется, что это очень здорово, я горда, спасибо боженька, весь мир, стэнки соматч. Слушай, а был ли прирост подписчиков в тот момент, потому что я подписалась? Да, был, ну, небольшой, но я тогда отдыхала в Турции, я ничего не делала, то есть я не выкладывала ни истории, ни посты, я чисто такая кайфуша. Вот. И мой инстаграм начал падать, естественно, потому что никакой активности. И тут меня выкладывает, получается, инстаграм, и там немножко приплыло, на самом деле, такой резкий скачок. Ну, это 100 человек. Я не слежу, просто очень много людей подписывать. А, постоянно, каждый день у тебя подписываются? Да, да, у меня где-то сейчас за день подписываются около тысячи человек, я думаю. Вау. Но, но, тут большое но, это так не всегда, я не знаю, как это происходит, я не знаю, иногда почему-то есть мысль, что нас закидывают именно тех людей, кто создает маски, какие-то give-away или что, потому что иногда в какой-то момент, я не знаю, при этом я, я, честно, я в этом не участвую. То есть, у меня все время приходят запросы, типа, давайте к участию в give-away, я вообще даже не отвечаю, не хочу, потому что я знаю, что такое give-away, это убить свой аккаунт просто напрочь. Люди, не пользуйтесь, пожалуйста, не делайте это в give-away, это не круто сейчас, не круто, не круто. Когда я поднимаю палец, это важная информация, да, но и Настя тоже его поднимает, поэтому два пальца, три их больше, чем один. Да, и получается, в какой-то момент, до того, как меня выложил инстаграм, на меня очень много подписывалось людей, и я открываю их аккаунты, потому что их очень много, я не понимаю, что происходит, и это чисто люди, ну, выглядят как боты. Вот сейчас, вот этот какой-то момент прошел, и сейчас я смотрю на всех, я прям проверяю, каждый день вот так беру и тыкаю, кто этот человек, так что, если что, я могу посмотреть твой аккаунт. Да, еще один палец. Ее. И что по итогу, я вижу, что это живые люди, и мне спокойно. Но именно после инстаграма вот этого момента, там был прирост какой-то небольшой, я не смогла сфокусировать, потому что я отдыхала, как бы, вот. Но был, да, и я была этому очень рада, потому что аккаунт падал, а сейчас он, типа, растет, вот, какая-то такая история. Да, интересно, потому что give-away, да, действительно, наверное, поясним, если кто-то не знает, это когда людям дают возможность выиграть подарок, за какой-то, ценный очень подарок, миллион рублей, скажем. Я сейчас расскажу, я как-то раз, я как-то раз пыталась выиграть Мерс, а, гелик, все пытались выиграть, ты пытался выиграть гелик? Я ни разу не сейчас логивую. Ты не пытался выиграть гелик? Люди, это прям, боль, боль, я пыталась выиграть гелик, по-любому кто-то из вас пытался тоже. Ребята, так вот эта история, когда ты подписываешься на человека, потому что ты веришь, ты веришь в судьбу Бога во всем этом мире, такой, я смогу, я сделаю этот гелик. Именно я выиграю его. Но по итогу ты подписываешься на этого человека, потому что ты хочешь получить big surprise gift, I don't know, my English very good, вот. Но ты не выиграешь его через неделю, ты очень расстроен и зол на весь мир в этот момент, ты действительно в гневе, и ты отписываешься, естественно, от этого человека, если еще не пишешь какой-нибудь гневный коммент, типа, ух. Да, поэтому это, на самом деле, инструмент, но насколько он хороший, то есть здесь… На данный момент я считаю, что это… Не очень эффективно. И самое главное, почему, потому что человек подписывается из меркансильного интереса, как бы выиграть подарок, а не из-за того, что он, как бы, им важен ваш бренд и так далее. Можно, конечно, потешить себя, что у тебя там пришло 50 тысяч подписчиков, но при этом, если ты их не можешь, ну, наверное, монетизировать, если мы говорим о каком-то бизнесе, а не просто иметь аккаунт, чтобы просто был мог подписчиков, то монетизируйте потом сложно, потому что это не целевая аудитория, она просто не совпадает с интересом вашего аккаунта или того, что вы несетесь с интересами этих людей. Вот, поэтому, Гай, классно, что ты заделал эту тему, поэтому я хотел про это делать отдельное видео, но пусть будет это, пусть будет, пусть будет так. Так, и получается, что, то есть у тебя был этот прирост, ты его особо не заметил, но это имидж определенный, да, то, что это признание, и опять же, ты, наверное, можешь это в своем портфолио как-то использовать, говорить, наверное, брендам, что это было, или это не особо важный момент. Я не знаю, но лично для меня, я так, типа, вроде хочу делать то, что я хочу, я такая, окей, спасибо, типа, возможно, да, имеет смысл, я сегодня тоже ехала и думала, почему я никогда не фокусирую, как звезды какие-то, типа, знаменитые мои из маски там снимают, я такая, типа, о, круто, окей, поехали дальше. Классно, вообще, вот, человек, который просто, ну, любит свое дело и не особо обращает на то, что, ну, происходит сверху, ну, как бы, это может быть. Это очень круто, но я сейчас немножко философскую тему задела, я очень хотела ее задеть. Давай. Суть в том, что это все прикольно, то, что, ну, тебя выкладывают инстаграм, то, что в твоих масках снимают какие-то звезды, но суть, почему это происходит, потому что ты занимаешься творчеством, ты отдаешь свою энергию именно не для этого, ты не хотел, чтобы, ну, тебя, я не хотела, чтобы меня выложилось, я, в смысле, это очень круто, я безумно благодарна этой ситуации, но не было такого, вау, мне надо, мне надо, мне надо, я тебе просто хочу творить, я хочу, чтобы это было именно от души, это именно вот энергия, типа, люди, занимайтесь творчеством, пожалуйста, не фокусируйтесь на деньгах, деньги придут, когда будет творчество, очень важная мысль, реально, очень важная, любите то, что делать, и все, и все. Все, классно, да, вообще, ну, то есть, это не про гелик. Это не про гелик. Все, да, не было задачи, вот, ну, там была задача, вот, скажи, расскажи, пожалуйста, как вообще, ну, мы сейчас вообще, в принципе, говорим про маски и про то, что Инстаграм очень сильно пушил Спарк, я понимаю, да, это приложение, в котором делаются маски. Очень активно был этот Спарк, везде реклама, когда они запустили это все в открытую и дало это возможность людям обычным, как на НСТ еще, создавать эти классные маски. И была реклама просто везде. И у меня такое ощущение, кстати, ты говорила, что был прирост людей, мне кажется, что, может быть, даже Инстаграм помогал каким-то образом, подписывая людей, потому что ты делала это, и им надо было показывать, как бы, людям, допустим, может быть, в Discovery, да, там, или еще где-то, или может быть, насильно подписывать людей, что вот там есть человек, который по интересам, может быть, подойдет, ну, тебе конкретно. И, ну, кстати, у меня вообще есть теория, что иногда, когда ты даешь рекламу, что Инстаграм тебя, может быть, автоматически подписывает даже, да, а вот ты потом видишь, потом я же, ну, не был подписан на этого человека. У меня такого было. И ты отписываешься, да, поэтому с точки зрения этих масок был определенный бум, и мне кажется, Инстаграм мог давать какую-то органику, ну, тебе большую, да, которая тебе помогла это сделать. Ну, это просто моя теория, которая могла быть. Я с тобой очень согласна. Да. И расскажи, пожалуйста, как вообще все получилось? То есть ты была Анастейша из Москвы? Да, Анастейша из Бутова. Из Бутова. Вот. Так. Ну, суть в этом. Ну, история такая. Я занималась макияжем, make-up, artist, yo-yo-yo, но мне ничего не шло. Я очень сильно депры ловила по этому поводу, мне было грустно. И как-то раз я сижу, смотрю свой Инстаграм, вот так вот, как обычно, и вижу девушку, ее зовут Серафима, она сейчас тоже как обзорщик является, и она снимает просто в масках, я такая, вау, что за маски, это что-то 3D реальность, какая-то дополненная реальность, что это? И она снимает просто обзоры, типа, я эта маска от того, вот эта маска от того, и я думаю, так, у меня сейчас кольцевая лампа, куча там всяких штук для макияжа, я сейчас могу такое забахать, просто все укачаются. Ну, в общем-то, на этой ноте я такая, ну, давай, погнали. Ну, и я погнала, и я так очень хорошо стартанула, у меня были очень нестандартные образы, сейчас тоже стараюсь держать это, потому что это то, что я хочу делать, не деньги, я хочу именно заниматься творчеством, очень сильно хочется не уходить. Но это видно, потому что если зайдете к Насте на аккаунт, я сейчас здесь его размещу, то вы увидите эти образы. Да, и я, честно, полгода, пять месяцев или четыре, не буду врать, каждый день вставала и тратила на это около пяти-семи часов, и мне было не впадло, мне было не лень, мне хотелось это делать, но это было не за деньги. Мой первый коммерческий вообще какой-то, вот, знаешь, движочек был, мне парень написал, слушай, ты так круто, я для него сняла видео обзорное, он говорит, слушай, ты так круто, типа, снимаешь, давай я тебе заплачу за пост. Я такая, вау, бабки, бабки за пост, я такая, что? По числу крови. По числу крови, ты открыл коммерцию в моем аккаунте, он мне заплатил 500 рублей. Я такая, вау, бабки, бабки. Да, я была очень счастлива, потому что, ну, это было первое, что он сам как бы предложил этот момент, типа, не я. Я уже после этого начала деньги брать за посты, за истории, потом уже делать маски, но это уже в будущем. В общем-то, мое развитие началось вот с Серафимы, которую я увидела случайно и подумала, почему бы и нет. То есть у тебя был такой идейный вдохновитель. Да. Косвенно ты ее не знал? Нет, потом мы с ней тоже, ну, она сейчас вроде не в Москве живет, но она приятная девушка. Вообще, кстати, очень хочется рассказать маски, вот эта вся инфраструктура, очень внутри себя, очень приятная, у нас нету никаких страстей там, ну, нет. Очень все доброжелательно, я не знаю, короче, это стезя, где вот мне очень комфортно, когда, ну, никто ни на кого не давит. Интересно, так ли это в музыке? Так ли это в музыке? В масках. Здорово. Ну, а как вообще вот делать эти маски вообще, ну, вот, как это все получилось? Потому что история гласила, что какой-то знакомый тебя, соответственно, интердакшн сделал тебе. Мой Антошка, я его обожаю, это прям чудо-человечек, везде его упоминаю, потому что ему я благодарна вообще, наверное, больше всего моему успеху. Я для него снимала всякие истории, то есть какие-то яркие образы, всего маски, мне они очень нравились, до сих пор нравятся. И что по итогу произошло? Я очень много раз это делаю, и он мне просто сам пишет, Настюха, типа, я хочу тебя научить. То есть я такая, вау, ну, естественно, это было за какую-то плату, ну, типа, такую очень-очень косвенную, типа, супермаленькую. И что получилось? Он меня обучает всему, все рассказывает, и я запускаю первую маску, но поскольку у меня нету беты, я не получила, и я только подала на нее. А бета что это такое? Ну, бета-тестирование ты можешь получить, быть бета-тестером, в общем-то, вот тебе не так. Да, ну, для тех, кто не знает, я просто... Ага, класс, суки. Ты про Адидас. Ну, вот, это суть, это такая штука, что ты можешь, типа, в Инстаграме заливать маски. Сейчас могут все. Тогда этого не было, только определенные люди, селебратией. И, кстати, на тот момент была, может, популярная маска, видели, это Адидас сделал такое, как под видеокамеру VHS, такая у них была маска, и это было от Адидаса, и я такой думал, как же они это сделали? То есть были официальные маски от Инстаграма, и было от бренда. Я думал, как же они это сделали? Негде, куда, куда, куда нажать, чтобы она появилась? Вот, но сейчас есть возможность у всех. Да. Ну вот, и я запускаю, делаю свою первую маску, для этого нужен, как бы, Sparkar, Photoshop. В принципе, ты можешь обучиться сам, но там очень много подводных камней, когда ты делаешь эту маску, то есть, ну, действительно, там есть свои нюансы. Ну вот, не суть. И я запускаю первую свою маску на Фейсбук, потому что на Фейсбуке для всех открыт доступ, и поскольку у тебя, когда ты, по-моему, 10 у тебя тысяч в аккаунте подписчиков, у тебя появляется такая штучка, где ты можешь присоединить ссылку в историю. Да, да, да. Я присоединяла ссылку, и много людей уже даже на тот момент переходили по этой ссылке в Фейсбук, снимали там, и выкладывали в Инстаграм, и отмечали. Мне было безумно приятно, потому что я такая, о, камон, это была прикольная маска, которая Инстаграм сейчас заблочила, знаешь почему? Очень много всяких правил, и это очень грустно. У меня были ангелы с гиф-анимацией, которые стреляли вот так. И типа то, что ган, вот пистолеты, вся эта тема, сначала ее одобрили, потом по итогу ее Инстаграм одобрили, недавно только ее опять заблочили, я такая, ну окей, типа, что поделаешь. Да, кстати, смотрите все время пользовательское соглашение Инстаграма и так далее, потому что, допустим, для рекламы, ну вот если идет какое-то оружие, то, скорее всего, это может быть не одобрено, да, но они вас не уберут, как бы, да, но рекламу, допустим, нельзя давать, надо продвигать такие посты. Вот, и с масками, видимо, такая же ситуация. Я еще слышал один момент такой, что, это было, правда, несколько месяцев назад, что Инстаграм был против того, что, допустим, если какой-то брендинг идет, допустим, название бренда, прям вот яркое такое. Есть ли такое сейчас? Я точно знаю, что, когда очень много лого, 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 у меня был фильтр очень крутой, тоже с Улой Витоми, мне просто очень нравилось, и там было лого просто по всему экрану лого, и чисто так лицо вытаскиваешь, у тебя тут масочка, его тоже заблочили. Насчет бренда, был какой-то такой момент, но сейчас все равно куча людей делают свои, как бы, эти, лого свое, и как бы это бродит в норму, я не знаю. Забавный был момент, просто, когда я брал интервью у создателя компании Муберт, это такой искусственный интеллект, который делает музыку на ходу, и они говорят, мы когда сделали маску, а у них логотипы кольцо. И мы когда сделали маску, что у тебя кольцо здесь перед лицом, Алексей Кочетков сказал, что нам не одобряли маску, потому что они говорят, что это брендинг, как бы, но он говорит, нет, это не брендинг, это кольцо. Нормально, неплохо. Вот, как бы, это такая история, и да, ничего не заблочит, я тоже боялась, вообще боялась, что что-то будет из-за того, что я, как бы, ну, типа, это Макдон, Слуи Виттон, всякая такая тема, но, походу, может, им самим выгодно этим бренд, ну, это не выгодно, это блочит. То есть они владеют частью Фейсбука? Я не знаю, я не знаю, но они блочат, и до сих пор делается куча, уже, правда, всем надоели, вот эта тема с Луи Виттоном, и со всякими такими, Прадо, Луи Виттон, Дживанши, короче, уже, 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 уже меньше. Ну, у тебя это самый успешный кейс по маскам, вот, ты писал, что это, сколько у тебя было, ты писал об этом? Где-то 46 миллионов у меня сейчас. Показов? Показов, да. Показов, да. А примеры? Где-то 2 с чем-то миллиона, ну, снимков. Представляете, 2 миллиона человек. Это, это немного, ребят, это действительно, это, это у меня. Так, окей, сейчас это, пожалуйста, это нормально. Это немного, у многих людей, которые делают маски, намного больше, очень намного больше показателей. У меня, можно сказать, ну, неплохой средний показатель этой маски. Вот, потому что я себя, мне очень нравится, да, вся история, что у меня есть маски, но я не, это не первоначально. И у меня, я чаще рекламирую всех других людей, чем у своей маски, поэтому у меня, типа, вот так вот. Я уверена, что у кого-то там, я не знаю, ты знаешь, не у Асода, нет? А, нет, нет. Короче, там вообще за миллиарды уже. Ну, вот. Но это приятно, да, типа, я рада, что у меня такое есть, типа, спасибо, боже. Да. Хорошо, но, получается, можно ли просмотреть эту связь между тем, допустим, люди примеряют и подписчиками? Как ты это можешь отслеживать? То есть, допустим, люди начинают, маски начинают расходиться, и ты видишь, допустим, прирост подписчиков. Как ты можешь это отследить? Или это просто так, ну, вот запустило, и пошел прирост? Отследить конкретно ты не можешь. Ты можешь только увидеть, что после запуска своей маски у тебя начинают расти аккаунты. Так очень много людей. Есть девушка Холи Мария, она мне очень нравится, у нее, она очень талантливый человек, который делает маски. Она за неделю, вроде бы, если я не говорю, недели-две доросла до миллиона. Вау. Миллион за маску. Со сколька? Ну, в смысле? Я не помню, помню, было 30 тысяч, может, такое я начинала. За две недели у нее, по-любому, люди видели, может, ты тоже видел, маска с долларами, и там была деформация. Там еще был вот этот вот пик, когда сказали, инстаграм блочил, потому что деформация, типа, люди считают себя некрасивыми. Вот это, на самом деле, я тут очень твоякое мнение имею об этом. Я считаю, что это действительно плохо, потому что я сама немножко ощущаю, когда ты примеряешь маску, где там побольше губы, побольше глаза, ты такой, у меня такая прекрасная, маска убирается, и ты такой, что-то не думает, из жизни происходит со мной, и ты чувствуешь какой-то дискомфорт. Но, с другой стороны, это если так рассматривать, это творчество, и как бы есть какие-то проекты, какие-то тоже кейсы, где ты что-то примеряешь, как будто ты из другой планеты, и это круто, это здорово, вот как-то так. Да, и, кстати, Настя затронула эту тему, что есть ограничения у Фейсбука такие, у Фейсбука, Инстаграм, да, одно и то же, что вот нельзя искажать якобы натуральную внешность, или как это звучит у них? Деформация. Деформация. Нельзя использовать сильную деформацию лица. Сейчас, на данный момент, очень много клиентов хотят именно, может, немножко маленькую деформацию лица, но за счет того, что, когда ты закидываешь маску на одобрение, сама программа понимает, что есть какая-то деформация лица, твоя маска может не рассмотреться вообще. Но люди умудряются у нее самой, ну, относительно недавно вышла маска с деформацией, но шанс, что ее одобрят, маленький, и Инстаграм сейчас не любит вот это все. Ну, это имеется в виду, то есть, увеличение частей лица какой-то, да, уменьшение, уменьшение, уменьшение или сужение, допустим, да, какие-то такие вещи, да. Ну, интересно, а толще можем все делать? Не, ну, это, это, типа, угарки, это можно только, нет, можно сделать нос большой, типа, все шею большую, там, еще что-то, такие штуки. Слушай, интересно, да, и получается, что вот у тебя был период, когда у тебя были нагнаны подписчики, там, ну, что, 3-4 тысячи, да, 3-4 тысячи, и потом сейчас у тебя сейчас 200 их, там, 16 или, правильно? Ну, где-то, да, больше 200, 200 плюс. Желаю до миллиона дорасти. После бога. В скором времени. И это прям влияло, то есть, ты поистила, и ты видел прирост этих людей. То есть, ты не делала рекламу, таргетинг-рекламу или какие-то такие вещи. Расскажу, я брала рекламу 2 или 3 раза, но до 100 тысяч я вообще ничего не делала. Я вот просто говорю, воу, подписчики, ааа, вот как-то так я реагировала, потому что были яркие образы. Потом, когда пошла моя маска, мои маски уже вышли в Инстаграм, это еще плюс добавилось в большие силы. То есть, у меня Инстаграм рос как на дрожжах, иногда вот 2 тысячи в день подписывался, я вообще не понимала, что происходит. Вот, но при этом я хочу сказать, потому что я хочу быть честной, это все очень странно, очень быстро люди прирастают, они не успевают переработать твой Инстаграм, он просто висит у них где-то там, и они могут быть неактивными. То есть, у меня сейчас 200 с чем-то тысяч подписчиков, в историях у меня просто вообще какой-то трэш, я не знаю, что там происходит, я просто уже, даже деньги, я вообще коммерцию не использую в историях, потому что там просто жесть. Я не знаю, в постах у меня где-то 40-50 тысяч охватов. То есть, это InVision Trade, у тебя примерно, получается сколько, 20-20 процентов, 20-30 процентов? Да, это очень, но при этом я ничего не делаю, я как бы, что делаю, то и делаю. То есть, я брала рекламу на 100 тысяч, у девочки тоже, которая занимается масками, и мой Инстаграм опять начал дико быстро расти, то есть, я до 200, со 100 тысяч до 200, я, по-моему, за полтора месяца доросла. То есть, я понимаю, есть какой-то алгоритм Инстаграма, о которых никто не знает, но если ты в него попадаешь, ты просто такой, пью, волной вот такой, потому что за полтора месяца. Я достаточно долго росла, а потом просто на 100 взяла рекламу, реклама выдалась выгодной, я считаю, потому что мне сразу пришло около 6-7 тысяч человек, и после этого просто начал дико расти. Вот, и потом опять остановился около 200 тысяч, он начал спадать, и сейчас, я не знаю, он средний растет, ну, типа нормально, он иногда падает. У меня раза 4 или 5 Инстаграм просто в ноль падал, вообще в ноль. Ну, подписки были, но суть в том, что показы моей страницы, они просто были, вот, ты представил, у тебя 150 тысяч, и показывает твоей странице 40 тысяч, и ты такой, Вау, да, да, что? И я просто в панике, потому что я понимаю, до этого, кстати, вот могу рассказать, я вообще, я работала визажистом, у меня было пару заказов там, я уже имела какую-то калентуру, но это мне не приносило доход, и сейчас я живу чисто на масках, то есть, ребят, это реально возможно, жить чисто на масках. И, естественно, я переживаю, потому что это мой единственный, знаешь, доход, который я очень люблю, это мое детище, и мой Инстаграм падает, я понимаю, что, как бы, если мою страницу не просматривают, у меня не будет ни заказ, ни реклама, ни маска, я полная задница, я такая, а-а-а, каждый раз памятна, но поскольку у меня уже было 4-5 раз, я уже такая, а, окей, ну, все нормально. Да, потому что, ну, вы и я, я не знаю, замечали, наверное, когда, что многие жалуются, а, там, вы там, типа, меня не лайкаете, или показы падают, но, видимо, что-то меняется, платформа бесплатная, и поэтому они могут делать, что хотят, поэтому мы тут, к сожалению, ну, как бы в эксперименте каком-то находимся, но это ничего страшного. Вот, и какие твои, вообще, планы на будущее? То есть ты хочешь продолжать именно этим заниматься, или у тебя есть какой-то видень, как свой бренд развивать дальше, может быть, какие-то более сложные маски, в 3D уходить? Ты же сейчас делаешь в Photoshop и все, или? Есть разные программы. Photoshop – это не про 3D, это про 2D, скорее, ты можешь делать гиф-анимации, или просто что-то нарисовать. 3D есть в Spark Arke встроенные, готовые кейсы, либо ты скачиваешь отдельную программу, и в ней делаешь. Я, если честно, не супер-мастер-фломастер в этом деле, я так себе. Но маски мне нравятся, но я бы не сказала, что я бы хотела именно в масках развиваться, я больше это отдаю. Я считаю так, если ты делаешь что-то хорошо, я просто ушла в один момент, типа, в маски, думаю, буду-ка я их делать, и я понимаю, что мне не нравится, не работать с клиентами, не делать маски для кого-то, я чувствую себя не очень. Если ты чувствуешь что-то подобное, когда ты сейчас чем-то занимаешься, не делай это. Есть люди, которые сделают это хорошо, лучше отдай этот заказ. И я, можно сказать, диригировала полномочия в плане того, что я нашла людей, которые очень классные, я люблю очень этих ребят, они делают маски, и мы просто с ними, я им отдаю клиента, беру за это процент, человек делает маску. Он кайфует, я кайфую, все в кайфе. В основном я хочу больше сконцентрироваться на том, чтобы делать обзоры, улучшать свой скилл в этом плане. И, возможно, было бы очень круто, если бы какой-то бренд что-то мне предложил, я бы с удовольствием взяла какую-нибудь коммуникацию в этом плане, я не знаю, вот, как-то так, что-то, я не знаю, я не знаю. Я хочу дорасти и сделать свой аккаунт более качественным, может, вовлечь людей, чтобы меня знали не как просто обзорщика, может, меня бы узнали, знаешь, как-то больше в этом стихи. То есть, да, но сейчас у тебя очень аккаунт такой ориентирует на образы. То есть здесь, наверное, надо уже думать, как дальше своих подписчиков и им внедрять новые форматы. И тут, конечно, риски, наверное, возникают, у которых, наверное, есть какое-то переживание, как это, они тренируют. Или у тебя нет такого переживания, делаю, что хочу. Да, я очень хочу делать, что я хочу. Это страшно, это очень страшно, ребят, очень страшно делать то, что ты хочешь. Но, ребят, делайте, пожалуйста, потому что тогда энергия ваша, я там немножко такой человек, который верит во все это. Но это реально работает, но это правда работает. Если ты в хорошем духе, ты делаешь то, что тебе нравится, просто деньги тоже придут, но это, типа, как вторая составляющая. Сначала ты должен быть счастлив, типа, внутри себя. Ну, это так, немножко классовская тема. Это как Гарри Байнарчук, он все время говорит, если вы можете быть счастливы и без денег, то будьте, как бы, да. Главное, не быть богатым и не счастливым, как бы, да. То есть найти вот этот баланс, который... Счастье, все это успех, это не значит счастье. Короче, ладно. Вот. Ясно, здорово. И получается, может быть, если ты работала косметологом, я знаю, что косметика это очень... Визажистом, извиняюсь, да. Я знаю, что это очень, как бы, очень мощная индустрия, видя примеры Кайли и других, не знаю, как, из-за мейкап-артистов, то они там открывают свои линейки. У тебя была такая идея? Нет, я не хочу быть визажистом, вообще с этим быть связанным. Я больше хотела бы именно как блог вести, либо очень красивый блог. Я бы хотела развиваться. Вот, наверное, самая топовая мысль, которая есть у меня, чтобы мне бренды платили, чтобы я... Они мне давали заказ, чтобы я представила какую-то маску. При этом они давали мне деньги не то, чтобы просто мне, а чтобы я смогла снять локацию, взять какие-то крутые наряды, сделать что-то прям... Вот, что я хочу. Я хочу в творчество удариться очень сильно. Если у меня будет такая возможность, я обязательно ей восклицаю. То есть это больше реклама, как бы, да? Реклама и креатив, как бы, да? Да, думаю, да. Больше вот это... Это то, что именно душа радуется, душа поет. И я думаю, если этим заниматься, если ты счастлив, то деньги тоже, естественно, как-нибудь привалятся. Ясно. Скажи, пожалуйста, есть очень такой момент. Многие популярные люди сталкиваются с тем, что вот даже я столкнулся буквально вчера, что появляются хейтеры. У тебя в этом плане как? У меня 2-3 раза писали, но не на моей странице, люди, что что-то я то ли некрасивая, то ли... У меня был какой-то образ. Я там, если так посмотреть со стороны, там было написано nobody и как прыщи. Но это не прыщи, но были точки. Он что-то там написал, типа, что-то такая стрёмная. Я поугарала и забила, типа... Я очень боялась, что когда с ростом подписчиков меня начнут хейтить, потому что это стандартная такая ситуация. Но спасибо, Господи! Меня реально вообще... Обычно пишут только, типа, ты мне очень нравишься, либо ты классный образ, спасибо большое. Я всегда отвечаю, я прям люблю. Спасибо, мир. Ясно. У тебя есть уже преданные фанаты, которые постоянно комментируют, которые постоянно, не знаю, кучу смайликов ставят и по 3 раза их там в комментариях, не знаю. С кем-то я общаюсь, да. Ну, это такие люди, да, они есть, но мне кажется, я бы даже с ними встретиться могла. Мы уже как друзья больше. Но они сначала просто меня добавляли, просто коммуникация какая-то была. Они лайкали, лайкали, писали. Потом мне просто писали, я потом переписывала. Я думаю, так, нормальный чел, нам с ним общаться. Я бы увиделась со многими из тех людей. Реально, ну, как бы в реале. Это, кстати, по поводу магии директ-месседжа. Можно писать людям, если вы адекватный человек, то можно, да, в принципе, с известным человеком как бы общаться и нормально. Я также отвечаю постоянно в директ. Мне тут даже парень из Казахстана звонил. Он мне никогда ничего не писал. Он просто пишет мне, можно я тебе в Инстаграм позвоню? Я такой, а почему бы нет? Давай, как бы. Он мне там раз спрашивает какие-то вопросы, я ему отвечаю. Ну, типа, спасибо, спасибо, пожалуйста. То есть отправляйте положительную энергию и будете получать ее обратно. Я просто поражен тем количеством контента, который у тебя выходит. И понимаю важность его, потому что, в принципе, самое главное сейчас для любого бизнеса это внимание людей. Если у этого внимания нет, то, соответственно, у этого внимания может кто-то другой забрать. И поэтому я считаю, что контент это как реклама определенная твоего бренда. И ты его делаешь просто много очень. Очень много. Расскажи, пожалуйста, про свою стратегию, как ты для себя это видишь. Потому что очень много историс и постов в ленте. Как ты вообще с этим работаешь? Хочу начать с одной очень важной фразы, которую я услышала, и она мне очень нравится. То есть ты должен делать что-то настолько хорошо, чтобы человек захотел, так, короче, чтобы ты видеть тебя. Вот как-то я не очень красиво сказала, но суть в том, что ты должен что-то делать настолько яркое, настолько офигенное, чтобы человек захотел это купить или на это посмотреть каждый раз. Может, поэтому, кстати, есть рост подписчиков. Когда ты что-то делаешь страстью, и это реально круто, реально от души, это всегда работает. Это очень важная фраза. Короче, она звучит по-другому и очень красиво, но ладно. Насчет контента. Я, у меня действительно есть стратегия какая-то. Я считаю, я вначале выкладывала каждый день пост, это людям надоедает, каждый раз видит тебя. Я считаю, что... Так, интересно. Идеально, идеально для моего аккаунта, я не знаю, как для других, для моего, три раза, через каждые три дня один пост выкладываю. Потому что люди успевают просматривать твою страницу, ты им не надоедаешь, потому что каждый день, я считаю, это много. Я действительно считаю, это много. Если, во-первых, если ты еще пишешь посты, я вот, например, не пишу, но когда я пытаюсь, это очень сложно, как бы каждый день выкладываю посты, даже три, каждые три дня я не успеваю, как бы какую-то мысль интересную. Это работа. Это работа. Ну, она мне нравится, поэтому. Главное, да, что ты кайфуешь. Ну, вот, каждые три дня, я считаю, это идеально. Насчет историй. Много историй. Это не очень хорошо. Но, почему я их делаю много? В основном, я отмечаю других, другие аккаунты. То есть, я снимаю обзор маски, человек, и отмечаю, получается, видео человека. Да. И он это репостит. Мне это нужно для роста моего аккаунта. Это не нравится. Поэтому у меня в охватывающие истории, я даже не хочу говорить, мне стыдно. Они просто, ну, очень-очень-очень маленькие. Из-за того, что он у меня чисто, моя история чисто засорена полностью. Ну, я смотрю. Как бы один человек есть. Класс, спасибо. Ну, суть в том, что, да, действительно, сейчас стало лучше, потому что я разбавляю юмором. Очень важно, ребята, действительно, если хотите как-то разбавить контент, смешные видосы, это лучше всего. Просто задумайся на минутку, что больше всего ты просматриваешь в Инстаграме. Вот, я просто у себя спросила. Смешные видосы, это самые большие аккаунты и самые просматр... Смешные видосы. Мемы, мемы. Просто раскрываю все секретики, все. Короче, как я пришла к карусели, у меня есть карусели, там есть очень много смешных видео, я сама их пересматриваю, надеюсь, смотри, честно говоря, я очень люблю свой видосы. Мне очень нравится, потому что, да, ты проматываешь ей там, ну, Настя, а потом там начинается трэш. То есть, это дополнительно, что происходит в моей статистике под постом? Дополнительно тебя репостят, дополнительно сохраняют твои... То есть, возможно, это не целевая аудитория, но какой-то человек, может не знал о тебе и решил так посмотреть на смешные видосы, помимо того, что ты снимаешь маски, у тебя там какие-то красивые образы, то есть маски, это для масочников, образы для визажистов, смешные видосы для всех. То есть, дополнительно, это реально очень круто, я как-то смотрела на парня, у него был очень маленький аккаунт, тысяч 10, и он постоянно, у него было по тысячу лайков, я такая думаю, что за дела вообще, как это так, ну, типа, это не вязалось, у меня, потому что у меня было 50 тысяч, у меня была какая-то такая же история, такая, что, вот, и я смотрю, он выкладку, крустит какие-то смешные видео, и они какие-то локальные, в плане того, что внутри его страны это видео, то есть, они не понимают язык, но я типа, о, угарно, и у него очень-очень активная страница, из-за этого, я такая, смекалочка, и сейчас-час многие тоже так делают, выкладывают, то у меня есть ребята очень хорошие, которые тоже занимаются масками, инстамасками, вот, и они тоже так делают, и как бы нормально, ну, и это, это лучше для твоего аккаунта, вот, видосы можно искать в ТикТоке, отличная платформа, всем советую, ТикТок OneLab, и, собственно, истории тоже разбавлять, какими-то смешными моментами, чтобы люди сильно не скучали, смотря, какая у тебя аудитория русскоязычная, англоязычная, то есть, что-то миксовать. кстати, по поводу аудитории, как у тебя, то есть, какие топ-5 страны, городов? О, Бразилия почему-то, я не знаю почему, но какая-то супер популярная в Бразилии, и в основном, какой-то фидбэк из Бразилии, я знаю точно Бразилия, я помню только Бразилию, короче, вот Бразилия прям меня очень сильно любит, я еще тогда посмотрела, и сказала, вау, Бразилия, класс, Москва, очень маленький процент, в основном, это вот за рубежи. Расскажи, пожалуйста, так как это было, ну, для музыкантов в первую очередь, почему я вообще начал вести, именно, попросил, точнее, выступать в моем интервью, потому что тесно связан Инстаграм с вашей карьерой, как бы, да, потому что там есть аудитория целевая, и важно понимать, какой контент вообще можно делать, потому что музыку, по сути, очень сложно продвигать, потому что там нет плеера в Инстаграме, его нельзя послушать, сохранить, как-то там, или еще что-то с ней сделать, вот, и такой важный момент, что в маске можно встраивать музыку. Да. Так, и какой твой опыт? Есть какие-то подводные камни, или еще что-то, может быть, какие-то есть нюансы в этом плане? Маску для девочки, она певица, и она хочет свою песню под маску, ну, маску тоже использовать в свой трек. Могут быть какие-то подводные камни, в плане того, что Инстаграм просто ее не примет, скажет, что нам не подходит, нам не нравится, может, это вы кого-то пародируете, но можно подать на апелляцию, и, короче, этот вопрос можно решить, коммуникацией вот с Инстаграмом, или с Паркаром. То есть, я этот вопрос, вот моя команда, вот как раз сегодня этим и занимаюсь. также у меня тоже девочка из певицы, и она попросила маску для ее релиза новой песни, и, в общем-то, мы сделали для нее маску, и это очень здорово, но песня еще не появилась, поэтому я не знаю, как она сейчас используется, в плане, просто плохие новости, и типа, когда эта песня именно выйдет, мы хотим, как бы, запустить, она уже немножко запустила, но я выложила свой аккаунт. Да, да. Вот, и мне кажется, это очень здорово для музыканта, она не первая, до этого у меня тоже девочка, певица заказывала маску, там просто было с ноткой, это очень мило, это помогает росту аккаунта, если вы еще используете свой трек, это, мне кажется, вообще просто... Да, это комбо. И скажи, пожалуйста, я просто знаю, что, ну, есть определенный вес у маски, да, он должен быть, добавляя песню, то есть, ты ухудшаешь качество маски, или это, в принципе, не влияет, потому что там же есть аудиодорожка, может быть, она подгружается дольше, или там есть ограничения у Spark? Насколько я знаю, если ты вошел в размер, в плане, твоя маска не перегружена 3D деталями, какими-то сложными механизмами, то все нормально. Если она, в принципе, перегружена, то, естественно, трек тоже не войдет в нее. Нужно создавать какую-то среднюю сложности маску, трек, и все будет замечательно. Да, и в принципе, вот, как ты сказала, с Макдональдсом, это была простая идея, там, 30-минутная, она сработала очень круто. самые крутые маски, это не суперсложный. Я вот немножко еще расскажу. Есть, как на меня, два типа масок. Есть обычные, ежедневные, какие-то суперпростые, и есть суперсложные, очень крутые. Но, что отличает суперсложную от средней маски? Не суперпростую, но какой-то средней, интересненькой, да? Суперсложную, ты как, что обычно происходит? Ты такой разочек померил, такой, вау, как круто сделал селфи и забыл. Что происходит с простой маской? Ты ее хочешь ежедневно мерить, и это, то есть, ты ее меряешь ежедневно девушкам. Как это у девушек происходит? Нам иногда нужны просто маски, чтобы у нас обращение было видно, просто обычная маска. Ты ее примеришь, просто вверху, естественно, ссылочка, указание твоего ника. Твоя подружка такая, ммм, бич, а его, понятно? И такая, добавила тебя, потому что ей удобно это, ты добавляешь человека, и сразу его маски у тебя появляются. Либо ты можешь сейчас, естественно, просто сохранить, но в основном все добавляют. Вот, в общем-то, вот, вот тебе кайп. В этом я просто увидел, потому что мы запускали тоже одну маску с артистами, она была сложная и так далее, и это был очень классный эффект в начале, и я, наверное, сейчас чувствую, вот, как бы, почувствовал, что чем проще и класснее идея, тем она вот может действительно стать ежедневной какой-то, либо просто большее количество у людей откликнуться. Вот. Я вот думаю, идеально, да, вообще сделать одну нютовую какую-то маску, это прям идеально, потому что ей будет появиться куча девушек, возможно, даже парни, потому что это просто такое сглаживание лица, не знаю, какие-то добавления минимальные, и какую-то сложную, но очень интересную, чтобы людям, помимо этого, два варианта иметь, это идеально, я считаю. Да, в наборе. Типа интересно, да, и просто что-то не очень интересное, но тем, то, что будет очень сильно привлекать, вот, людей в твой аккаунт. Да, смотри, где мы смотрим статистику по просмотрам, это на Фейсбуке? Да, на Фейсбуке есть у тебя свой кабинет, вот, ты заходишь в него и смотришь свою статистику. То есть ты создаешь через пар кабинет, и там уже загружаешь, и он отображается у тебя в Фейсбуке? Да. Таким образом? Да, вроде бы, если честно, я плохо помню эту историю, но ты, когда скачиваешь с паркар, ты вводишь туда данные Фейсбука, вот, и потом, когда ты скачиваешь маску, у тебя там есть такой процесс, и тебя переводят автоматически на страницу, и где ты выкладываешь все, что нужно. И просто, так как мы говорим про маски, это очень классный, на самом деле, момент продвижения, потому что, видите, рост может быть громадный, то есть, если там 2 миллиона человек примерят вашу маску, то, и там будет еще трек на фоне, то это может быть, ну, не ТикТок, наверное, но приближенный, может быть, или может быть даже лучше. Вот, поэтому имейте в виду, и берите на вооружение, и есть такие специалисты, или специалисты специалистов, которые могут вам порекомендовать, как сделать маску, и причем у нас очень много классных кейсов, когда, ну, действительно, простые маски делают, поэтому, если вам нужна маска, сделаем как можно лучше. На этом у нас все, если ты хочешь что-то добавить, то есть момент, маме привет передать. Маме привет, маме привет. Вообще, я хочу сказать, что, ребята, делайте от души, не фокусируйтесь на деньгах, они обязательно будут, и все у вас будет хорошо. А я вас увижу в новом видео. Не забудьте подписаться. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Уху. Еу. Ты тоже хочешь тогда? Беру вас сейчас. Крутяк. Субтитры сделал DimaTorzok.